Два месяца здесь на «Соколе» подъехал Мальцев. Ой-ой-ой-ой! Илья Ильцко! Что это было? Вот это зачехлил, так зачехлил. По-мужицки. Егоров. Мальцев. Трошка-трошка. Уверенное исполнение. И три очка для пикап. Абрамкин. Абрамкин со средней. Первые очки в матче для «Айрстар». Также есть. Но «Айрстар» будет отвечать. Мальцев. Мальцев точно со средней. Так, я вижу, что у нас почему-то флажка не обновляется. Не знаю. Егоров со стойбэка. Через «Речко» заряжает. Ну и нужно так его эмоционально поддерживать спину. Это было круто. Так, а что за... Там тоже был игрок. Ну, Мальцев. А, Мальцев спаляет в ночь в игре. Мне казалось, что уже все. Улетает. Он запретил паршотки. Трошная трешка. Да. Тяжелый стак для «Айрстар». Мамедов хорошая передача. Проглазил себя Лобарев. И в итоге два очка. Отметим то, что Руслан здесь нашел парен. Нужный. Нужный из перехода. Ха-ха-ха. Бомбит нужный из перехода. Да, это было мощно. Ай-яй-яй. Не забивает Иван. Акаду хороший. Со второй попытки Иван записывает на свой счет 15 номер. Да, у пикапа сегодня все. Парад классный бросков. Хадов. Хазов реализует. Бонусный штрафной. 20 на 6 еще становится. Монарбуев шикарно. Шикарно обыграл Бабур. Просто вот буквально на полсекундочек я остановился. Сделал показ передачи. Развел ему обычный «Айрстар». И Никишаев доехал. И Мирко доехал. И я даже вижу то, что Балашов на паркете сейчас у нас. Ой, ехал. И я даже вижу то, что Балашов на паркете сейчас у нас. Ой, ой, ой. Ну, нужный. Нужный под сирену кладет. Мяч аккуратно в цель. 25. Получается, одна команда самый сильный состав. Другая команда не самый слабый, но самый молодой. Ребятам не хватает опыта, не хватает скорости, скорости принятия решения. Не хватает габаритов. «Айрстар» должны цепляться. Но пока что пикап сделал очень хороший задел. В первой четверти. Егоров. Помогает ему Бобров. Это было красиво. По свободной зоне, со скоком от фола. Есть возможность побежать. 9 фолов за полчетверти. Вот это да. Неужели звездно-небезная команда сейчас нас порадует камбэком? Ой, непростое было столкновение. Очень опасно играет Аветисян. Аветисян играет травмоопасно для себя и для соперника. Надо, конечно, на Сиваку играть осторожнее гораздо. Такой стиль игры, который сейчас у Сивака на харде. Вот не знаю, как в остальных играх, там в НБА или Тифа, но в НХЛ, по крайней мере, старый добрый НХЛ, в который я играл в детстве, в НХЛ, если ты меняешь уровень скорости баллистов, уровень скорости хоккеистов меняется. То есть ты ставишь сложный уровень, и соперники начинают просто летать по корту, а они тебя просто опережают. И то же самое тут. Такое ощущение, как будто... Кстати, Балашов неплохо бросал у нас по детскому дивизиону. В прошлом сезоне он у нас сыграл в старшей возрастной группе и неплохо смотрелся, но... Отрезок проводит Airstar 32-20. Нужный. И в итоге только сейчас будут за это наказаны, игроки Airstar. Ухазов оставляет ниглядь и ночь нужному. Ну, молодцы, Airstar, до конца здесь доборолись в защите. Ну, ключевой момент был, когда не смог кончить у нас на этом первый поинт на 34-22. Airstar, между прочим, выиграл второй черт 14-9. Это значит, что нас может ждать интересная вторая половина. Бранкель на подборе. Есть Ричко рядом с ним. Витясян. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ну, и схвалили сейчас жестко. Дело до этого Бобров всегда в тени, но когда нужно, включается, добавляет, забивает и потом снова уходит в тень. Настоящий серый кардинал сегодня в команде поймать. Отличное продолжение. Ну, по Бравницкого сегодня игра особо не идет. Вообще, в целом, устраивает, мне кажется, стиль своей игры, и Яковлева находит для него новые роли. Ух ты! Ух ты! А Витясян там... Ну, а Витясян немножко пытается шоу, да, отфалился. 5 фалов Аветисяна за сколько? За 10 минут игры. Фантастика. Мальцев на подборе, он, Денис, вообще никуда не спешит. Он, конечно, для целого возраста действует крайне хладнокровно, потому что ему, ну, хотя 20 лет, я думаю, что он помоложе будет. 20 лет уже такой, вполне сознательный возраст для баскетбола, но все равно, даже, говоря на 20 лет, он один из самых молодых ставит своей команды. Не было промахов с игры, но вот сейчас все-таки промахнулся Денис. Веркова. Хорошая скорость выбирает, забить не получается. Команда очень эмоциональная. Мы уже видели, как несколько раз эмоции и мешали, и помогали им, но это очень опасная штука, потому что она может как в твой пользу сыграть, так и... Хорошая была возможность отличиться. В любом случае, несмотря на то, что Эр-старт постоянно соперника поджимает, удается, удается верстально по одной атаке осталось у команд, ну, может быть, по две, если будут ускоряться. Но, учитывая таймер, наверное, по одной атаке. На время-то идет такой, знаете, как леопард такой в джунглях, в Амазоне где-то подкрадывается. Также он подкрадывался в кольцо. Ну, было ощущение, что он поставит сверху про возможности. Я свистну в тот момент, когда он пришел в таком положении свистну, где он на него прям, 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 нельзя. Я вот на этом моменте свистну, полностью. Так. Понятное дело, что, скорее всего, эти 16 очков они уже не отдадут. Умеет эта команда... Умеет эта команда дожимать. Ну, Денис, конечно, радует сегодня. Своей такой спортивной наглостью. Тут просто не хватило пространства. Если бы был бы там еще метр у него перед кольцом, Анарбоев бы, наверное, пытался бы разогнаться по бросок сверху. Но пространства было мало. Балашов. Балашов хорошая скидка по Бравнинске. Ну, наконец-то. Обязывал попадать с тропа, и Степа попал. Обязывал попадать с тропа, и Степа попал. Теряет мяч Казов, как он не старался его сохранить для своей команды. Мальцы на подборе. Как всегда, никуда не спешит Денис. Заряжает из-за дуги не точно. Но Казов, ты как тут? Очень много полезной работы проделывает Иван. Мало забивает, но... Добровь на нужного. Нужный. На первом шаге обыгрывает и проваливает ночь. Похоже, поставить сверху Анарбоеву, потому что каждый раз ситуация непростая. То в спину соперника дышит, прям, зэка подталкивает, то пространство мало-то под кольцом ситуаций. К тому же, как я и говорил, травма у него была, наверное, все-таки где-то в уме он пытается. Не пытается, а это на подкорке бережет себя, поэтому... А ты хорош. Не могу сказать, что какой-то прям... О, Клобарев дотащил мяч до кольца и с полом забил. Класс-то попадание. Не могу сказать, что прям какой-то очень качественный матч. Кольца и с полом забил. Класс-то попадание. Не могу сказать, что прям какой-то очень качественный матч от пикапа был сегодня. Вот есть ощущение, что пикап немножко поменялся ролями. Не мог, пытался сделать пикап, чтобы спасти эту игру. И вот сейчас есть ощущение, как будто получилась обратная ситуация. Сегодня очень хороший состав. Привез пикап, но явно сыграл не на... Либо и получше ничего не сыграть. После Фантастической первой черте, когда получалось вообще все, оставшаяся сейчас матча была... Ну, такая рабочая. Ну, типа, ну, сойдет. На троечку. Нужный. Нужный. Нарбоев. Нарбоев через руки заряжает. Не точно. Помешать. Добро. Заваливает. Головко как-то во второй половине очень мало игровых минут получил. Честно говоря, не припомню, он вообще выходил играть во второй половине. Много возможностей для замены. Ротироваться так, как ей было удобно. Его раб. Нужный. Неплохой был матч, но есть ощущение, что могли выдать большая команда, особенно пикап. Но они сегодня закономерно были...